Здравствуйте! Вы смотрите канал «Цветы в доме. Комнатные растения». И сегодня мы с вами говорим о проблемах выращивания и болезнях драцины. Драцина требовательна к правильному уходу. В противном случае растение начинает болеть. У здоровой пальмы нижние листья отмирают медленно. Каждый лист живет примерно 2 года, а затем начинает отсыхать, и это нормальное явление. Но когда листья или кончики сохнут и желтеют быстро, это повод для беспокойства. Молодые верхушечные листья желтеют от недостатка или переизбытка влаги. Проблема исчезнет, если обеспечить правильный полив, при котором сверху земля подсыхает, а снизу земляной ком остается влажным. Если кончики листьев драцины становятся сухими и коричневеют, значит почва слишком сухая. Необходимо изменить режим полива и начать регулярное опрыскивание драцина. При наличии сквозняка симптомы такие же, но устраняются они вместе с ликвидацией источника сквозняка. Мокрые коричневые пятна, которые впоследствии высыхают, образуются при попадании на листья прямых солнечных лучей. В этом случае горшок ставят подальше от окна, чтобы свет был более рассеянным. Если цветок не пересаживать 3-4 года, молодые листья чернеют и усыхают. При пересадке проблема устраняется. Если вы залили драцину, ей не хватает тепла и света, листья начинают загнивать. При этом они становятся коричневыми и водянистыми. Необходимо изменить условия содержания комнатного цветка. Листья отвисают и теряют тонус, если рядом находится постоянно открытая форточка. Избежать проблемы можно регулярным опрыскиванием теплой водой. При частом переохлаждении почвы и переливе растения драцина погибает. Побеги высыхают, листья опадают, стебель гниет. Что же делать? Единственная возможность сохранить деревце, отрезать от него черенок и укоренить. При инфекционных заболеваниях на листьях образуются коричневые пятна со светлым центром. Затем пятна чернеют из-за размножения грибков. Лечение растения производится опрыскиванием фунгицидами. Для этого в 2 стаканах воды разводят 1 грамм фунтозола. Опрыскивают с перерывом 10 дней трижды. Аналогичное лечение необходимо при обрабатывании коричневых пятн и шелтоватой каймой. Избежать заболевания растений можно обеспечив им оптимальный микроклимат, регулярный полив и хорошую освещенность. Во время отъезда хозяева или по другим мистическим причинам драцина может страдать. При этом не всегда понятно, почему вянут листья драцины, желтеют их окрас и что с этим делать. Проблемы с листьями всегда связаны с проблемами в питании. Чернеют, сохнут и опадают листья драцина чаще всего тогда, когда в земляном коме накапливаются минеральные соли, препятствующие правильному питанию. Это происходит, когда пальму долго не пересаживали. Сохнут и окрашиваются в желтый цвет кончики листьев при нерегулярном поливе. Обеспечьте достаточную влажность драцина, поливая дважды в неделю летом и один раз в неделю зимой. На этом у нас все на сегодня. С Вами был канал Цветы в моем доме. Оставляйте свои вопросы и пожелания в комментариях. Буду признательна за оценку к видео и подписывайтесь на наш канал. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!